Гигантские папоротниковые леса и бесконечные пространства болот. Скорпионы-великаны, жабы размером с теленка. Опасность подстерегает всюду, в воздухе, на земле и под водой. Это не плод больного воображения, это суровые реалии каменноугольного периода. Мы с тобой перенеслись сюда, сделав прыжок в прошлое эдак на 350 миллионов лет назад. Каково пришлось бы современному человеку вроде нас? Кого следовало бы опасаться и смог бы человеческий организм существовать в реалиях того времени? Давай попробуем пройти этот тернистый путь вместе, но только после твоего лайка. Итак, каменноугольный период или карбон? Первым, что пришло бы тебе в голову по прибытии, была бы мысль «влажно, очень влажно». Ты будто бы ступил в огромную теплицу. Такой климат напрямую связан с двумя явлениями. Во-первых, в результате географических изменений в раннем карбоне уровень моря стал относительно высоким. В результате чего значительные континентальные пространства были буквально залиты множеством небольших мелководных морей. Моря – это влага, а где есть влага, там всегда бурно развивается жизнь. Именно здесь, в каменноугольном периоде, древовидные формы растений совершают свой квантовый скачок. Всего за каких-то 20-30 миллионов лет примитивные представители флоры позднего Девона буквально взрываются громадными лесами хвощей, папоротников и плаунов, иные из которых достигают высоты в 40 метров. Заполняя непроходимыми лесами все доступные водные пространства, эти зеленые гиганты напрямую способствуют заболачиванию изрядной части суши. Вторая причина повышенной влажности кроется в сдвинутом балансе круговорота воды в те времена. Как мы знаем, одним из важнейших условий этого процесса является превращение водных испарений в облако тучи, которые затем уносят излишнюю влагу и разливаются дождями вдали от мест своего появления. Преобразование пара водяной каплей, из которых рождаются облака, происходит при наличии в воздухе так называемых ядер конденсации – пылинок, мельчайших кристаллов льда, частиц дыма и вулканической деятельности. Но 350 миллионов лет назад активность вулканов была невелика, а вся пыль оседала в густых зарослях каменноугольных чащ. В результате большая часть испарения тяжелым покровом лежала над лесами и болотами, создавая идеальные условия для развития первобытных джунглей. Сделав несколько глубоких вдохов, ты с удивлением заметишь, как проясняется твой ум, а тело наливается силой. Однако спустя пять минут голова начнет кружиться, пульс у частиц, а зрение станет мутным. Придется достать кислородную маску и отдышаться некоторое время. Этот неприятный эффект вызван повышенным содержанием кислорода в воздухе – около 35%, что более чем в полтора раза выше допустимой для человека нормы. В таких условиях у тебя быстро наступит гипероксия или, попросту говоря, кислородное травление, чреватое тяжелыми нарушениями функциями ЦНС, дыхательной системы и органов кровообращения. Даже ярым поклонникам холотропных практик подобные ощущения вряд ли пришлись бы по вкусу. А все потому, что мертвые деревья не разлагались, выделяя в атмосферу углекислый газ, как это происходит в наше с вами время. А попросту падали в болото и перегнивали там. Дерево за деревом, слой за слоем так образовывались целые пласты из громадных папоротников и кардоидов. В бескислородной среде теплых болот под воздействием чудовищного давления нижние слои этих братских могил спрессовывались, превращались в торф, а позже в каменный уголь. Именно в эту эпоху и происходило формирование основных залежей этого полезного ископаемого. Отсюда и название «каменоугольный период». Но вот ты немного пришел в себя и решил изучить окрестности. Как и в случае с предыдущими нашими путешествиями во времени, новейшие топографические карты вряд ли помогут нам. География Карбона и география современности — это, как принято говорить, две большие разницы. Именно в каменоугольном периоде происходит слияние двух сверхконтинентов — Лавразии и Гондваны — в единый суперконтинент Пангею. К востоку от Пангея образуется новый океан Тетис, а древний океан Рейкум становится частью истории. Геологически Пангея представляла собой обширную изменность с относительно небольшим количеством горных массивов, представленных в основном коллизионными системами. Попросту говоря, швами, образовавшимися на стыках континентальных плит. В связи с этим климат на территории всей Пангеи был приблизительно одинаковым. Без резких перепадов, теплым и влажным. Об этом говорит и отсутствие годовых колец на срезах древесины представителей тогдашней флоры. А кольца, как известно, признак резкого изменения темпа роста дерева. В общем, ни дать не взять. Гигантский парник — настоящая идиллия для бурного роста разнообразных растений. Жаль только, что нарвать сочных помидоров или баклажанов в этом парнике и приготовить из них вкуснейшее рагу у нас не получится. Подобные растения появятся лишь к концу мелового периода, спустя 250 миллионов лет. Но оставим на время местную флору и заглянем в глубины каменноугольных морей. Надеюсь, ты не забыл прихватить с собой водолазную маску, потому что поглазеть тут есть на что. Со времен Девона морские формы жизни явно прибавили в своем разнообразии. К тому же никаких значительных вымираний не произошло, за исключением некоторых видов головоногих и иглокожих. Заросли бластеиды и морских лилий здесь в карбоне представлены невиданным количеством формы расцветок. И тем не менее, нашему взгляду доступны лишь бестибельчатые представители этих удивительных беспозвоночных. Стебельчатые же виды обитают на куда более серьезных глубинах, а прихватить с собой глубоководный батискаф для таких миссий ты, к сожалению, не догадался. Весьма комфортно чувствовать себя в теплых морях карбоны и аммониты с наутилоидами. Последние представлены новыми родами и видами, среди которых знаменитый наутилус помпилус. Раковина этих моллюсков достигает 25 сантиметров в диаметре. И в эпоху возрождения их широко использовали мастера ювелирного дела для изготовления дорогих чаш и кубков весьма изысканного вида. Глубоко на дне можно разглядеть необъятные колонии брахиопод, вымерших представителей которых обычно именуют продуктидами. Кстати, именно благодаря им геологи называют моря каменноугольного периода продуктидовыми морями. Возможно, извлеченные из раковин брахиоподы можно поджарить на огне или просто подвялить на солнце. Но кто знает, вдруг некоторые из моллюсков окажутся ядовитыми. По-прежнему в толщах воды медленно и неспешно проплывают трилобиты. Однако время их уже на исходе. К началу каменноугольного периода трилобиты представлены всего одним отрядом, да и то довольно малочисленным. Этим безобидным существам, хорошо известным нам по раннему полиозою, осталось не так много, всего каких-нибудь 70 миллионов лет. И к началу пермской эпохи трилобиты окончательно вымрут. В середине карбона на смену кистеперам рыбам постепенно приходят и хрящевые собратья. Среди них встречаются как настоящие монстры, такие как Камподус, достигающие длины 13 метров, так и более скромные по габаритам представители вроде двухметровых Симараид. Перед вами один из жутких представителей морской фауны того времени. Довольно странная акула с пастью, напоминающей сплюснутые с боков зубастые ножницы. Это Эдестус, хищник древних морей, достигающий длины до 6 метров. Строго говоря, Эдестус пока еще не является полноценной акулой, и ученые относят его к отряду Евгениодонтов, предкам настоящих акул. Считается, что основой пищи для Евгениодонтов являются разнообразные моллюски, однако строение челюстей Эдестуса позволяет предположить, что он мог вполне нападать и на крупных рыб, таких как Брадиодонты и Акантонды. Судя по размеру хищника и угрожающему виду челюсти, эти вполне неплохо могут быть приспособлены и для перемалывания человеческих костей. А потому воду теплых карбоновых морей могут таить в себе немалую опасность для путешественников вроде нас. Пришло время нам с тобой выйти из воды и отправиться изучать ближайший лес. Душный воздух чаще наполнен запахом гниющей древесины и стрекотом насекомых. Это первые на Земле сверчки. Именно обитатели каменноугольного периода впервые оценили их музыкальные способности. Наряду со сверчками возникают представители рода Блатадея, более известного нам как тараканы. Некоторые народы современности употребляют тараканов в пищу, однако если вспомнить их сородичей, соседствующих с нами в съемной квартире, мысль эта кажется не очень привлекательной. Здесь, во влажных каменноугольных лесах, тараканы поедают разлагающиеся остатки растений и животных. Переваривая их в своем организме, эти насекомые вместе с калом выделяют в почву азотистые соединения и таким образом являются одними из важнейших элементов экосистемы. Помимо сверчков и тараканов, карбоновые леса заселяют и другие представители мира членистоногих, исполинские многоножки, паукообразные и скорпионы. Среди них встречаются поистине ужасающие создания, такие как двухметровые многоножки рода Ортоплевра или скорпион-великан, достигающий по некоторым данным длины 80 сантиметров. В 1994 году британский палеонтамолог Эндрю Джером впервые описал это потрясающее существо и присвоил ему имя, означающее в переводе с латинского и греческого «большой скорпион». Вспоминая о приятных ощущениях, связанных с укусами не то что гигантских, а самых обычных скорпионов, углубимся дальше в лес. Здесь обитают настоящие живые аэропланы, стрекозы величиной с ястреба. Это меганевры, невероятных размеров насекомые с размахом крыльев до 80, а по некоторым данным и до 100 сантиметров. Символ-эмблема всего каменноугольного периода. Семейство меганевр включает в себя два вида, меганевромонию и меганевропермиана, живущие чуть позже в пермском периоде. Меганевры — крупнейшие насекомые, когда-либо жившие на Земле. Пищей стрекоз переростков служили растительноядные насекомые диктионевриды или сетчато-жилковые, отдельные представители которых достигали размера голубя. Обитали диктионевриды в кронах гигантских плаунов и кардоидов, питаясь их семи зачатками. Яйца они откладывали не в воду, как это делают те же стрекозы, а в кору деревьев, которую подрезали особыми лезвиями на конце яйцеклада. Личинки диктионеврид жили в лесной подстилке, а во время леньки выползали на стволы сигилярий. В это время они были крайне уязвимы, и случайный путешественник, оказавшись в каменноугольных лесах, мог с легкостью изловить несколько таких личинок и, разведя огонь, изжарить их себе на обед. Не очень аппетитно, но зато сытно, и всяко лучше тех же тараканов. Интересно, что такое резкое увеличение численности и разнообразия крылатых существ в карбоновом периоде ученые связывают с избыточным содержанием кислорода в воздухе. Как известно, принцип энергопотребления летающих насекомых сильно отличается от принципа энергорасхода других животных. Те же звери и птицы, например, могут совершать работу, что называется, в кредит, пробежать или пролететь большое расстояние в состоянии кислородного дефицита, и лишь затем им нужно восстановиться и отдышаться, окислив таким образом накопившиеся в тканях избытки молочной кислоты. Насекомые же таким даром не обладают. Им приходится расплачиваться за проделанную мускулатурой работу сразу здесь и сейчас, расходуя весь имеющийся в наличии кислород. И лишь когда воздух древних лесов напитался кислородом в достаточной степени, лишь тогда смогли возникнуть первые крылатые насекомые. В самом сердце каменноугольных джунглей посреди непроходимых болотных топий у тебя есть все шансы столкнуться с настоящими чудовищами. Лягушками невиданных размеров. Такими, как и Риопс, представители лабиринтодонтов, подгруппы древних земноводных, включающие в себя две большие категории, темносподилов и антракозавров. Своё название лабиринтодонты получили из-за необычного строения зубов. Складки зубного дентина, если смотреть на него вразрез, напоминают извилистый лабиринт. Такие зубы эти животные получили по наследству от своих предков лапестепёрых рыб рипидистий. Подобная конструкция значительно усиливала прочность зубов, которые в связи с особенностями охоты этих амфибий, а конкретно резким захлопыванием пасти, подвергались колоссальным нагрузкам. Размножались Риопсы так же, как и современные земноводные, откладывали икру, из которой вскоре появлялись головастики. Размер этих исполинских лягушек был поистине впечатляющим, длина до трёх метров, а вес до двухсот пятидесяти килограмм. И хотя графы «человек» в меню Риопса не значилось, вряд ли было бы разумным с нашей стороны приближаться к такому монстру с намерениями поцеловать его и превратить в прекрасную царевну. Лабиринтодонты просуществует на Земле по крайней мере 200 миллионов лет. Каменоугольные формы этих удивительных животных – это только начало их пути, и впереди эпоха их владычества, эпоха настоящих колоссов. Вторая большая группа земноводных, обитавших в то время – лепоспондилы, или, как их ещё называют, тонкопозвонковые. Главной их особенностью является атрофированные или полуатрофированные конечности и вытянутое змеевидное тело. Они не обладали столь впечатляющими габаритами, как их сородичи лабиринтодонты, хотя некоторые их представители, такие как Диплокаулус, достигали метровой длины. Отсутствие сильных конечностей и относительно некрупная пасть с мелкими зубами теоретически делало Диплокаулуса достойным кандидатом на вечернее жаркое для изголодавшегося путника. Выловить такого красавца из болотной воды – задача нелёгкая, но вполне решаемая для взрослого и сильного мужчины. Ну и как же не упомянуть про первых рептилий, появляющихся ближе к концу карбонового периода? Это и небольшие юркие веслотианы размером с прыткую ящерицу и ранние эдафозавры, знаменитые парусники, пока ещё довольно скромные по своим размерам, не более 70 сантиметров длиной. Если для сытных посиделок у костра первых придётся наловить минимум с десяток, придавшись мучительным пляскам с очком для бабочек, то подкравшись греющемуся на валуне эдафозавру с тяжёлой дубиной в руках, можно одним метким движением обеспечить себе и плотный ужин, и достойный завтрак. Но следует помнить, что хотя древесины, торфы и углявками на угольном периоде всегда с лихвой, добыть огонь в таком влажном месте – нелёгкое дело даже для настоящих исследователей вроде нас. К тому же стрелка манометра на твоей системе обеспечения воздухом неуклонно стремится к нулю. Ну и не стоит забывать про огромных лягушек и ядовитых паукообразных, против которых тяжёлый сук и перочин и ножик вряд ли окажутся весомым подспорьем. Зато хорошим подспорьем станет твой комментарий, который ты можешь оставить под этим видео и который я обязательно прочту. И кстати, если всё-таки надумаешь совершить путешествие в каменно-угольный период, не забудь почаще проверять, не отсырели ли твои спички. Пока.